Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о топливных картах. Документ регулирует отношения, возникающие в связи с эмиссией и обращением топливных карт. Комментарий к нему опубликовала пресс-служба президента. В документе определяется понятие топливной карты, ее выпуска в обращении и использовании. Устанавливается, что такая карта может представлять собой пластиковую карту, виртуальный электронный номер, микрочип, QR-код, штрих-код и другое программно-техническое устройство. Топливная карта не требует управления со стороны банков, она законодательно выделена в отдельную категорию маркетинговых инструментов. Такие карты будут использовать для учета оплаты проезда машин по платным автодорогам, учета отпуска и оплаты нефтепродуктов и прочих товаров, необходимых для поддержания технически исправного состояния транспортного средства и его эксплуатации в пути следования, а также связанных с организацией перевозок, обеспечением питания и отдыха водителя. В Беларуси установили размер призовых за высокие результаты на будущих Олимпиадах. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал накануне. Согласно документу, беларусь чемпион Олимпийских игр в Токио и Пекине заработает 12 тысяч базовых величин. Это 150 тысяч долларов, ровно столько же, сколько на предыдущих играх. За серебро положено 6 тысяч базовых, за бронзу – 4. Также установлены призовые за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Тренеры и другие специалисты, которые примут участие в подготовке спортсменов, получат вознаграждение в размерах от 20 до 100% от стоимости их призов. В воинской части под Минском солдат получил травму. Об инциденте Минобороны страны сообщает в своем твиттер-аккаунте. ЧП произошло 6 февраля во время работы с техникой. Пострадал старший слесарь ремонтного взвода. Ведомство уточняет, что он нарушил технику безопасности. Солдат-срочник пытался провести жесткую сцепку автомобилей. Что-то пошло не так, и военнослужащий получил тупую травму. Пострадавшему оказали срочную медицинскую помощь. Обследование показало, что у него нет повреждений, костей или органов. Жизне солдата ничто не угрожает. За сутки на пожарах в Витебской области погибли три человека. Двое в деревне Дрозды Полоцкого района, еще один в Лепеле, все погибшие пенсионеры. Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС. Причины возгораний устанавливаются. Рассматривается версия неосторожное обращение с огнем при курении. Всего за сутки в регионе произошло шесть пожаров. Один из этих случаев – загорание автомобиля в областном центре. На этой неделе сотрудники ГАИ не оставили без внимания пеших участников движения, которые как по собственной невнимательности, так и по вине водителей чаще других подвергают себя опасности. С начала текущего года на территории Борисовского района произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы. С 28 января по 3 февраля сотрудниками ГАИ Борисовского РУВД проводилась профилактическая акция «Пешеход». Стражи порядка провели профилактические беседы, тематические выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования, в ходе которых рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, основных угрозах и рисках безопасности на дорогах с учетом сезонных факторов, а также о правилах использования световозвращающих элементов. Госавтоинспекторы еще раз призывают к соблюдению правил всех участников дорожного движения. Скидки касаются домов в четырех кварталах. Чемпионов – Северная Америка, Азия и Африка. Это значит выбор квартир, где будет жить любовь, обширный. Лучшие дома – Пекин, Сидней Люкс, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Гонконг и Токио. Цена снижена при приобретении квартиры в длительную рассрочку. Многофункциональный комплекс «Минск.Мир», который строится по принципу «Город в городе», предполагает, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Комплекс отмечен как самый масштабный в Европе все условия для семьи с детьми. В каждом квартале комплекса будет располагаться или детский сад, или школа, а также вся остальная необходимая инфраструктура – детские и взрослые поликлиники, медцентр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. В комплексе разобьют современный красивый парк площадью 10 гектаров. Здесь построят новый крупный торгово-развлекательный центр «Марамол». А деловое сердце комплекса «Международный финансовый центр «Минск.Уорлд» должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию нескольких тысяч рабочих мест в Беларуси. Каждого квартала в комплексе свои особенности, но есть и очень много общего. Прежде всего, это отличная транспортная инфраструктура. Отсюда действительно легко добраться в любую точку города. Через комплекс пройдет третья линия метро, а для жителей будут доступны сразу две новые станции. До площади незамисимость всего 5 минут на машине. Внутренние дворы кварталов будут свободны от движения автомобилей. Для автовладельцев открытые парковки по периметру и паркинги. Первый в комплексе девятиуровневый паркинс способный принять до 800 автомобилей открыт с осени. В каком доме выбрать квартиру? Покупатели прежде всего обращают внимание, что все квартиры свободной планировки. Еще одна особенность – прекрасная инсоляция каждого помещения. Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, французские окна – все сделано для того, чтобы запустить в квартиры как можно больше света и солнца. Специальная тонировка стекол украшает стеклянные фасады зданий. Все дома – просто небоскребы по минским меркам, до 25 этажей. Но любой этаж – не проблема, ведь в каждом подъезде по три лифта ведущего мирового производителя компании «Отис», а в доме «Нью-Йорк» один из лифтов панорамный. Входные вестибюли сквозные, два выхода на улицу и в зеленый двор. В каждом доме – дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоны ожидания и встречи гостей с санитарной комнатой с пеленальным столиком. И самое главное – эти квартиры доступны большинству белорусских семей со стабильным доходом. Высокий спрос на квартиры застройщика позволил компании привлечь значительные средства инвесторов для успешной работы программы «Долительные рассрочки». В комплексе «Минск.Мир» беспроцентная рассрочка предоставляется на срок до 10 лет. Справка о доходах и поручителям не нужны, только паспорт для оформления договора. Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю компании индивидуальный подход, и даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей, без справок и поручителей, которые можно оформить в офисе продаж застройщика. Менеджеры отдела помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку, ведь цены квадратного метра в самых популярных домах именно сейчас акционные. Более выгодными стали также условия кредитования от банков-партнеров до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе «Беларусьбанка» ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% на второй и третий год. А по программе «БПС Сбербанка» на первые два года ставка составит 6,99%. Акция «Ко дню влюбленных» символична. Это не просто существенные скидки для тех, кто хотел бы приобрести собственную столичную квартиру. Это еще и знак для молодых. Решайтесь. Это призыв к людям среднего возраста. Ваша семья заслуживает большего. В индийском штате Керала у жителей многоэтажного дома из кранов пошел алкоголь. Об этом пишут известие со ссылкой на BBC. По данным телеканала, из-за сильного запаха люди сразу обратили внимание на происходящее. Они не стали употреблять подозрительную воду и обратились с жалобами к местным властям. Выяснилось, что рядом со скважиной, откуда идет забор воды в жилые дома, были захоронены 6 тысяч литров конфискованного алкоголя. Через почву спиртное попало в источник пресной воды, а затем и в квартиры. Последствия алкогольного душа устраняются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok